Походил по лазурной. Может быть сейчас будет робот, конечно, в зале. По сравнению с другими участками, она отличная. Сам по себе носит на лазуре. А рядом проходят две нитки водовода. Рядом проходит Шамаровская трасса. Одно дело землю выдать и получить, а другое – на часть строительства. Вот тут очередные трудности. Земельноделы многодетных не обеспечены никакими коммуникациями. В рядах на воспеченных собственников началась паника. Мучают вопросы, будет ли у них свет, вода и дорога. Ответы по порядку. Обычно предоставляют 15 киловатт. Мы намеренно пошли на то, чтобы предоставить киловатт больше. Все 30 киловатт будут предоставлены бесплатно. Вы за электричество, за подведение электричества не платите. Но мы платим именно за подведение к вам 30 киловатт, чтобы вы имели возможность сделать не просто только себе свет в доме, но еще и отопление. По воде вопрос сложнее и его решение займет больше времени. Есть два варианта. Либо врезаться в центральный водопровод, либо делать отдельную скважину. Но вода будет в любом случае. К вашему участку подойдет вода. Она подойдет или вы подведете? Это будет бесплатно. На своем участке это будет за ваши деньги. Вы сами как спроектируете, но границы участка подведем мы бесплатно для вас. Многие семьи пришли просто послушать. Они довольны уже тем, что участок дали. Ну а сегодняшняя информация о коммуникациях обрадовала вдвойне. Нам повезло. Нам хороший попался участок. Ровненький. Планируем строиться. В этом году на обеспечение земельных участков коммуникациями Край запланировал потратить 138 миллионов. Этих денег хватит на такое же количество семей. Но по Приморью в очереди их стоят 5000. Их количество только растет. У нас детей четверо. Ждаем пятого. Так что вот в том-то и дело, что для нас обустроить своих детей гораздо важнее, нежели обустроить себя самих. Один из вариантов софинансирования. Крупные города-края оплатят 30% от стоимости коммуникаций участков. Поселковой территории 10. Остальное возьмет на себя самый мощный бюджет Приморья – Краевой. От этого и вытекает ответ на вопрос о дорогах. Сейчас пока бюджет денег не предусмотрен. Поэтому это пока вопрос. Ему нужно поднимать. Мы со своей стороны, как только Край предусмотрит, мы будем корректировать бюджет и изыскивать средства, чтобы обеспечить софинансирование. Поэтому здесь есть одно но. Сейчас у нас денег достаточно для того, чтобы мы проектировали, закупали оборудование под электричество. Мы уже делаем. А вот по дорогам нам нужно будет после проекта софинансирование. На данный момент с учетом всех пройденных жеребьевок земельные участки получили более 500 семей. Но на очереди стоят еще более тысячи многодетных. Не без труда, но муниципалитет землю выдает. И закрыть этот вопрос наделами планирует город до конца года. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.